Первыми машинами, закупленными для Крым троллейбуса еще в советские времена, были чешские «Шкоды». В 2007 году тогда еще министр ЖКХ Владимир Бажанов не стал оригинальничать и пополнил подвижной состав госпредприятия белорусскими троллейбусами. Они были оснащены чешским оборудованием, так хорошо знакомым нашим техникам. Белорусы были приобретены потому, что отечественных как таковых не было троллейбусов. То, что выпускал Львовский завод, они не совсем отвечали качеству. И второй завод, который выпускал тоже, это наш Южмаш, Юмзы, так называемые троллейбусы. Они тоже не вполне нас устраивали. За покупку белорусских троллейбусов будут судить бывшего министра ЖКХ Владимира Баженова. В ходе следствия выяснилось, что он, вопреки постановлению Кабмина Украины, 4 года назад закупил не отечественные, а импортные машины. То есть незаконно распорядился бюджетными средствами в размере 7 миллионов гривен. Сейчас подвижной состав Крым троллейбуса 130 машин. В конце 2010 года на предприятии появился 61 отечественный троллейбус типа «Богдан». На эти цели из резервного фонда Украины ушло более 130 миллионов гривен. В этом типаже троллейбусов есть горное исполнение троллейбусов, которые могут ходить на трассе Симферополь-Лушта-Ялта. Комфортность его, скоростные качества, технические качества тоже находятся на достаточно высоком уровне. В этом году Крым троллейбус приобретет еще 50 единиц, опять же, отечественной техники, обещает руководство предприятия. Марина Павлова, Лиля Ахтимова, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин